Друзья, всем огромный привет! Сегодня первый день нашего путешествия Начали мы его с Москвы Направляемся мы в город Шахрисапс Это Узбекистан Едем мы по трассе М5 Сейчас вернули в лес Это уже началась Республика Мордовия Проехали у мед Где все кушают Где сотни тысяч кафешек Сейчас мы в лесу быстро поедим И продолжаем наше движение дальше Едем мы, между прочим, сегодня Не сегодня, а вообще всю дорогу Будем ехать на нашем Русском отечественном авто Пал выбор на нее Потому что Из того варианта, что было Это наименее экономичная Наиболее экономичная машина По расходу бензина Поэтому Сегодня мы едем на Лада Гранта Вы спросите меня, почему я не показываю Таню Потому что Она спала И говорит, что неважно выглядит Я вам ее Завтра покажу Так Быстро Обзор Лады Гранты Лада Гранта Какая она у нас? Этот Седан С большим багажником 800 километров пробег Шумоизоляции Никакой На номерах Почему-то висит грязь Но это с одной стороны Хорошо, что она висит грязь Так Салон Обычный Как в пятнашке Все жесткое Все Дребезжит Шумоизоляция Практически отсутствует Двигатель 1.6 Так Здесь тоже кто-то Наляпал грязь Но Большой плюс Этой машины Вот сейчас В багажнике Этой машины Находится Три Чемодана Вот и думайте Три Чемодана Смотрите Три Я не считаю Там блоки Воды Три Пятилитровых Баклажки Упаковка Энерджайзера Короче Нормальная машина Очень шустрая Для своего кузова И мне кажется Немножко Чуть-чуть мощная Для своего кузова Но после 130 км в час Она себя ведет Очень непослушно На дороге Такая Как кобыла На льду А вот наш дрон Он сейчас хочет Залететь И зависнуть Над трассой М5 У меня мечта Была всегда Дрон Заставить летать Над трассой Чтобы он показал Как едут машинки И все это сверху Чтобы увидеть Смотрите В лесу Один крест стоит Не будет Там фамилия написана Не важно Один Тут вообще Тут не кладбище Ничего нет Тут просто лес Представляете Уж какие-то эти Как Кулугуры Которые отдельно Хоронят Или вообще Может Что-то криминальное В лес Такой Чистенький Здесь А на въезде В лес Там просто Срач Все В пакетах В целлофанах Стеклопакеты Все Вот есть Такой Домик Так Регулировка Клапанов И проверка Каких-то там Короче Сигналов Я не знаю Чего там Они проверяли После этого ТО Машина начала Пищать То есть Как только Начинаешь газовать Какое-то Пиликанье Постоянно Нудное идет Ногу с газа Убираешь Сигнал пропадает Вот такое ТО Делают Нулевое Ну а нулевое Вернее Вот слышите Вот этот звук Он На протяжении Всей дороги Может кто знает У кого есть Лада Гранта Напишите Что это за звук И пищит датчик Вот что-то моргает Треугольничек Надо Шкалой Бензина Какая-то буква Или С Или это 5 Боргает Это значит Что пора Идти чистить Номера Вот они родимые Стоят Ждут кого-то Между прочим Маршрут в Узбекистан Нам еще До конца Не понятен Потому что Есть несколько Выездов С России Через Казахстан Вот сейчас С ребятами Встретился Ну узбеки Едут на Аларгусе Они едут Через Озинки Мне советуют Ехать через Другой пост Потому что Чтобы не ехать По всему Узбекистану То есть Так как мне нужно В Сахарисапс Чтобы минимум Ехать По Узбекистану По Узбекистану Потому что там Тоже дорога Извилистая И не Не айс Везде Нам однозначно Первый день Мы должны доехать До Балакова Переночуем В квартире У матери И дальше Уже Наверное Будем Прокладывать Маршрут Смотреть Первый раз Я еду На такое Далекое Расстояние Не проложив Маршрут Ну так Как-то Спокойно То есть Отношусь Так заедем Так заедем Заедем Через другое Непринципиально В принципе Да Времени у нас В принципе Полно Поэтому Торопиться Нам некуда Как заедем Так заедем Велком Пензенская Область Заметили Здесь Намного Теплее Даже Визуально Видно Что здесь Теплее Солнце Светит И Практически Весь снег Растаял Хотя В этом году Здесь было Не здесь А в Саратовской Области Очень много Было Снега Там Выпало Его Столько Наверное Как Трехлетнее Трехлетнее Количество Осадков Видите Что едят Скромные Блогеры Обычную Еду В кафешках Не останавливаемся Слишком Дорого Для нас Всем приятного Аппетита То есть Нам Нам приятного Аппетита Это блаженство Остановиться И покушать Я же Люблю Покушать По мне же Видно Что я Люблю Покушать Поели Трогаемся Дальше Давайте Такой Модный Спецэффект Не Спецэффект Короче Как будто Я по вам Проехал На машине Сейчас Сделаем Такую Фишку Я вас Поставлю На пол И над вами Проеду На машине Посмотрите Что снизу Ну что Нормально Я придумал Да Так как Воды Питьевой Мало Придется После обеда Пить Немножко Вот этой Химозы В принципе Я ее с утра Столько выпил У меня аж Изжога Началась Это Энергетика Что-то я ее С дури Взял Упаковку В целую Ну типа Не спать Типа Не спишь От нее Реально А Макшан Пензенская область Смотрите Видите Вот это Польские Что ли Машины Вот Она уже На сцепке Стоит И в ней Еще Вон Какая-то Машина загружена Маленькая Я вот сколько раз Замечал Их везут А тут Мерседесы Вольксвагены То есть Одна живая Идет Другая На сцепке На Жесткая Скорее всего Их в Россию Куда-то везут Видите Сколько их там Там целая Гвардия Впереди Между прочим Здесь В Макшане Выращивают Розы В теплице Здесь Очень большие Парники И Во время Праздников В Москву Отсюда Уезжает Большое количество Роза Роза Или розы Цветов Так Вот эти теплицы По которым я вам говорил Видите Это целый город А вот и вывеска Это не реклама Это я вам просто показываю Что здесь очень много цветов И дороги Между прочим В Пенде Самые чистые Вот мы сейчас ехали Дорожники убирают Даже До посадок От асфальта До посадок Убирают Вообще Пензики Они Очень хорошо Смотрят за дорогой Очень Я вот сколько Езжу Пензики Вообще молодцы В этом плане Так Ну вот сейчас Будет скоро Поворот на Саратов Там еще все равно Ехать по Пенецкой области Ну а вот эти вот монстры Вот вас везде будут Преследовать всю дорогу Их просто Как грибов весенних Речка Рыбу ни одной не вижу И у нас здесь нет Просто какое-то болото А не речка Дозвонились До тех Цент Тех сервис Короче Этого Гранты Оказывается Или я Или При первом Нулевом ТО Кто-то Нечайно Нажал На эту Боковую Кнопку И вот этот Сигнал Оказывается Означает То что Пора Переключаться Ну для Чайников То есть Скорость Да Ну для девушек Для начинающих Час отключил Все Мне объяснили Как это сделать Прямо онлайн Вообще Лайк Лайк мастеру Он же второй раз Я был В два раза зол У него И он второй раз Уже прям так Выходит мягкой ситуации Очень хорошо Объясняет Конечно Спасибо им большое Ну все Уже Подъезжаем Осталось Десять минут Уже Дальше С утра Включимся Устали Очень сильно Голова Честно Сильно Раскалывается Поэтому До утра Сейчас мы Едем В Балаков Мне нужно Поменять масло Там Снять деньги Нам Потому что Мы не успели Снять в Москве Вот и Таня Между прочим Всем доброе утро Привет Во всей красе А вот это Река Волга Впереди Остров Пустынный Слева Балакова Наверху Гуси Летят Стоя Клин гусей Если туда смотреть Там находится ГЭС Скоро будет Разлив Ну Половодие Начнется Ну а мы Двигаемся Дальше Из Балакова Приехали мы В санаторий Светлана Он же Поселок Тополевый Приехали На гору Я вам сейчас Покажу Волгу Ну то есть Она видна За моей спиной Специально Для вас Показывают Если туда Смотреть Он Видите Сурки Бегают Сурки Это Это Сурки Сурки Сурок А это Маленькие Они еще Больше А это Наша Красавица Волга Если Прямо Смотреть Там Карачары Я в свое Время Туда Ходил У отца Пытался Не пытался У отца Втихаря Забирал Ружье И туда Ходил Если Туда Смотреть Там Вольск Находится Прямо Там Завод Ну а Цишинский Если Смотреть Прямо Над Машиной Там Поселок Но Его Не Видно Сейчас Пытались Коптер Поднять Что-то С ним Произошло Он У нас Просто Упал В землю Сломался Винты Сурочки На меня Смотрят Если Смотреть Туда Туда Там Я не знаю Что находится Вот Это Остров Пустынный Здесь Вон Дачи Но Еще Разливы Нету Но Уже Волга Немножко Приподнялась И вышла Из берегов Слышите Как Сурок Свистит Нет Они Не Кусаются Это Так Называемая Малая Родина Наша Между Врочем На той Стране Волги Вот Если Сейчас Прямо Усмотрим Там Есть Олени Косули Лоси Кабаны И Еще Что-то Но Говорят Что Вот Этот Он Идет Вот Так Вот Остров Говорят Что Там Какой-то Мажор Взяла В аренду И Охота Там Запрещена Там Выводятся Еще Какие-то Животные Чисто Для Себя Короче Поохотиться Вот Сейчас Где Вы Видите Желтый Песок Вода Поднимется До Этого Уровня Сейчас Я Даже Покажу Как Сейчас Вот Буквально Скоро Будет Разлив Вода Поднимется Но Она Дойдет Сюда И Вот Если Смотреть Вот Этот Лес Его Просто Будет Сквозняком Промывать Течением Волги И Естественно Вот Этот Весь Лес Вот Все Что Вы Видите Все Это Зальется Водой Это Время Побраконервничать Половить Рыбку Я Это Не Одобряю Но Сам Занимался С Детства Любитель Рыбалки Ну а так Welcome Санаторий Светланы Можно Сейчас Еще Выше Поднимемся Я вам Покажу Балакову Сверху Поднимаемся Дальше Еще В одну Гору Здесь Вот Сейчас Я вам Покажу Тут Находится Водозабор Светлановский Ну Светлана Это Поселок Где Я Раньше Жил И Где Живет Моя Мать Сейчас Мы Поднимаемся Дальше Еще Выше Ну Здесь Находится Вышка Такая Ну Территория Обозрения Можно Увидеть Будет Волгу Балаково Ну И ту Часть Уже Не Вольска А Вот Именно Балаков Часть Территория Так Ну Куда вам Встать Чего вам Показать Куда Вам Встать Куда Нам С вами Встать Так То есть Мы Поднялись Еще Выше Поселок Где-то Там Его Не Видно Впереди Река Волга Справа Река Называется Терсянка И Потом Она Переходит В Реку Или Приток Там Воробьевка Называется Все Зелененькое Так Ну А мы С вами Сейчас Снимем Местную Красоту Пришлось Одеть Микрофон Потому Что Здесь Ветерок Так Дует Хороший Без Микрофона Здесь Ничего Вообще Не снимешь Так Ну Вот Это Вот И Есть Вот Впереди Это Называется Остров Пустынный Вот Он Мы Раньше Сюда Ходили Косуль Погонять Здесь Очень Много Было Косуль Вот Так И Ни Разу Не Застрелили Внизу Находятся Дачи Здесь Все Чистенькое Все Ухоженное Так Это Штука Там Какие-то Заводы Впереди Там Находится Балаковская ГЭС Здесь Находятся Дачи Естественно Приток Реки Он Если Видите Вниз Там Находится Деревня Называется Девичьи Горки Между прочим Вот Где Сейчас Там Были Сурки Я Первая Жизнь Их Увидел Реально Здесь Я никогда Не видел Сурков Считай С какого С 91 Года Я жил В этом Санатории Ни разу Не был Это Говорит О том Что Ну Все Хорошо Дай бог Чтобы их Никто Конечно Не поймал Жалко Очень Приятно Когда Сурки Уже В принципе На берегу Волги Растут Растут Живут Подснежники Он Смотрю Начинает Вылазить Вылазить Или Вылазивать Как-то Они Спросят Тогда Я тебе Подснежник Что-ли Покажу Хоть Один Желтенький Кадр Последние Винты На него Поставили Целые Если бы Он Здесь Вот Залетел Упал Мы Больше Никак В жизни Не Увидели Как Красиво Я Тоже Снизу Смотрю Сверху А вы Смотрите Снизу На Подснежник Тань Че Там Коптер В Принципе Все На Этому Первый День Давайте Подведем В Первый День Итоги Первого Дня Подведем К концу Первый День У нас Заняла Дорога Практически До Саратова До Балакова Здесь Мы Ночуем Сейчас Мы Пойдем В Ольск Купим Покушать Чего Нибудь В Дорогу Масло Я Сегодня Успел Поменять Нулевое ТО Пройдено Короче Все Very Good До Скорой Встречи Завтра Завтра Нас Ожидает Поездка До Озинок И Граница С Казахстаном И Скорей Чего Еще Казахстан Завтра Зацепим До Завтра